здравствуйте уважаемые зрители моего канала сегодня у нас разговор будет о очень интересной технологии производстве и изделиях соответственно которые были созданы по этой технологии а вот что это такое прям не теряя время меня честно скажу это поразило так вот я передам сейчас слово нашей гости она представитель как раз компании и она расскажет вам о этих технологиях сразу наперед скажу чтобы те кто не посмотрит видео до конца купить приобрести это о чем сейчас пойдет речь кто захочет можете перейдя по ссылке под этим видео всегда общий алгоритм таков все о чем говорится в видео дается по ссылкам под этим видео нажмете кнопку еще если вы в youtube это смотрите и перейдете по ссылке ну а теперь пожалуйста я хочу представить нашу гостю вернее чтобы она сама представила себя правильно чтобы я не ошибся передаю вам слово здравствуйте меня зовут светлана крисько по образованию своему последнему из четырех я психофизиолог и арт терапевт и попали ко мне эти изделия 15 лет назад в мою семью это изделия которые наполнены микросферами микросферы это такие шарики от 20 до 200 нанометров пустые внутри полы и их льют из полевого шпата то есть натриево-боро-силикатные микросферы называются для мягкости потому что при взаимодействии с человеком они начинают слипаться и твердеет изделия добавили к этим шариком аморфный диоксид кремния он тоже делает свою добавочную роль потому что благодаря этому аморфному диоксиду кремния подушка быстрее отходит то есть как бы по-видимому кремний как высекает искру да и вот разряжает внутри слепившиеся шарики создание этих так называемых микросфер уходит годами на десятки лет назад еще советское время когда для центров ожоговых делались специальные кровати матрасы когда люди получивший огромную степень ожогов погружались как бы в невесомость как будто в воду но естественно не мог ли при этом и почему-то тогда заживление ран было гораздо проходило быстрее чем просто если бы на кожу не действовали силы трения а хотя они в любом случае есть поскольку ведь та же простыня я имею ввиду поэтому все равно есть трение но вот почему это происходило и дальше стали выяснять очень интересные свойства их изучали десятки лет по сути и до сих пор наука точно не может ответить на вопрос как это происходит ну как происходят такие столь фантастические порой изменения как быстрое заживление ран как так сказать то что проходят болезни которые в науке и медицине считаются неизлечимыми и свидетельств тому тысячи а это уже просто факты так вот давайте сейчас поговорим просто о практике то есть о критерии истины светлана ванитина расскажите что за последние интересные случаи вот на днях буквально были в вашей так что называется практике вашей жизни но вот самый последний случай буквально я приехала вот из орла я в своем городе справляла день рождения пригласила друзей и одна из моих самых ну как бы давних знакомых она оказывается шесть лет назад попала в аварию были переломаны руки и ноги слава богу позвоночник и голова не пострадала но она два месяца мучилась она говорит это был от ее кормили передвигали но это был уж причем она такого веса приличного человек вот и я ее увидела после пяти лет как она перенесла эту травму я пришла в гости она говорит света я жить не хочу меня так все болит меня ночью гудят руки-ноги я по четыре раза встаю за ночь это ужасно ходить она еле-еле могла и здесь только с помощью дочери там передвигалась но общем я увидела человека который был необыкновенно активный путешественник увидела в самом плачевом состоянии и я и подарила шапку жилетку повязки на ногу вот эти универсальные повязки для стопы тапочки в общем все необходимое чтобы у нее были руки завернуты чтобы у нее ноги были завернуты голова на всякий случай от этой психологической травмы который не позвоночник и все такое прочее и попросила пожалуйста только спи вот в этом вот она такой человек она меня очень слушает очень уважает и поэтому она бесприкосовно час уже я говорю понимаешь люди мне приносят снимки на которых я прямо видела со смещением перелом и потом приносят не даже мозолистого тела то есть абсолютно ровная кость как будто ничего не произошло я говорю ты пляешь я вот верю в то что у тебя но все будет нормально ну и как всегда я очень занята я исчезла на почтенного года вот мы с ней тоже не виделись и когда я сейчас приехала я решила пригласить на день рождения сама не решаюсь и вдруг она мне звонит поздравить меня но я так осторожно спрашиваю как ты себя чувствуешь потому что мы не буду поздравлять друг она не ходит совсем уже она никак великолепно пусть так ты приехала все у меня все боли прекратились я сейчас хожу прекрасно я говорю да ладно я приезжаю к ней чтобы привести на день рождения выходит такая элегантная дама в шикарном наряде прекрасно идет сама и вот она потом на дне рождения у меня это рассказывала вот а потом я попросил у отдельное интервью чтобы она рассказала об этом вот это один из случаев и почему я считаю его уникальным он такой просто я вот до сих пор меня праздник на душе во первых это мой хороший друг которым я благодарна за очень многие поступки в жизни вот во вторых это человек пожилой то есть который 81 год в третьих она пять лет то есть она ездила в санаторий она делала все процедуры она все делала что положено по медицине она после санатория чуть-чуть становилась легче а потом все возвращалось так вот пожалуйста результат микросфер вот прошло год и восемь месяцев она говорит да что ты света я сразу мне боли прошли сразу она говорит а теперь я уже хожу у меня все восстановилась энергия все восстановилась да она говорит еще побочно ты знаешь меня проблемы были с желудком а сейчас я вообще не чувствую что меня есть кишечник и желудок меня все идеально переваривается да еще говорит ты знаешь я вдаль стала видеть я абсолютно идеально вижу вдаль то есть вы понимаете год восемь месяцев позже тяжелейшие травмы человек пожилой который уже куча болезни уже там желудочно-кишечным что-то было и уже глаза естественно не видели не близко недалеко и вот за такой короткий период вот такой потрясающий результат а вот я сразу вспомню интересный случай который вот сегодня я получил в качестве видео отзыва поразительный момент когда женщина молодая рассказывает про своего мужа который на проходе нома она была но еще там несколько дней прошло они пользовались муж пользовался там тапочки вот и спал причем у них спал всю ночь и такую повязку и шлем на голову ну так вот и что у него произошло во-первых то что он в туалет стал реже ходить у него проблемы как эти уменьшились гораздо спустя несколько дней а второе это то что просто поразительное кто-то скажет невозможное это то что он волосы у него стали темнеть хотя она говорит и подчеркивала много раз что он был полностью седой уже несколько лет вот поставим этот сюжет сейчас добрый день очень очень благодарна вам и хочу поделиться уже наработками которые у нас есть значит микросферы к нам пришли в прошлую субботу сейчас пятница то есть еще нет недели но уже есть определенные результаты очень хочется с вами поделиться хочу рассказать про своего мужа сергея значит он впечатлился и вот мы заказали значит он спал на подушке он значит одевал шапку вечером несколько часов сидел у телевизора в шапке в тапках значит и спал на подушке в шапке в повязке для глаз и в тапках три дня через три дня значит ему это все надоело и он сказал все я не хочу больше спать в шапке сбросил это все я смотрю он лежит утром без шапки без повязки хотя сон стал очень-очень глубоким и он это сказал самого первого самой первой ночи сказал что так глубоко как я вообще никогда не спал вот значит у него аденома простаты он бегает в туалет и говорит слушай я в этот раз ну два раза сходил это я сразу будет ложился и сразу же засыпал что в общем-то уже чего уже давно не было значит он все снял и я смотрю у него волосы темнее ван полностью седой вот полностью не у серебристая седина такая он у него волосы на голове мне нет лысины но вот он полностью белый уже давно достаточно там года 2 3 уже полностью я говорю сережки волосы темнее я стала смотреть он вскочил подбежал к зеркалу и значит что там смотрел смотрел, но я в это время встала уже, стала собираться на работу, прихожу в комнату, а он лежит, значит, на подушке, в шапке, в очках и в тапках. Вот, ну, в общем, вот такая вот комедия, значит, как космонавт. То есть, это его впечатлило, действительно, волосы стали темнеть, я даже сейчас фотографии пришлю вам, это вообще, конечно, потрясающе. Вот. Так, ну, хорошо, это вот один интересный случай вы рассказали, другой сюжет мы посмотрели, а что еще, вот то, что вам помнится, более всего самые поразительные, интересные случаи из последних? Вот тоже совершенно потрясающий случай, потому что в это невозможно поверить, женщина рассказывает, которой 65 лет. Она была девочкой в начальной школе, вошла в класс, а кинули чернильницу, и попали ей блок, и у нее выросла шишка, и эта шишка была все 65 лет. И врачи не решались ее удалить, потому что боялись, ну, мало ли что произойдет. Говорят, ну, ходите вы с ней, ну, и ходите с этой шишкой, лучше пусть она будет. Вы представьте, она одела шапку, и заснула просто на три часа. Когда она сняла шапку, этой шишки не было следа. Это вообще что-то, поразительное. Это просто из области какой-то фантастики. В этой связи сразу мне вспомнилось еще одно, вот прям недавнее видео. Оно, конечно, не знаю, можно ли показывать в ютубе, но, впрочем, когда человек получил травму черепа топором, сняли. А, внимание, чтобы я не забыл, а вы не спрашивали, под этим видео я ставлю ссылку на целую папку, то есть плейлист со всеми видео про эти изделия из микросфер. В них, в том числе, много подобных видео с отзывами. И, если потребуется, опережая ваши вопросы, как, где купить, ссылку, как купить эти изделия из микросфер, я тоже вам оставлю под этим видео. Человек получил травму черепа топором, сняли прям по дням, что происходило, то есть они были шокированы, что на второй день уже просто вот этот глубокий шов до кости, до черепа зарос практически, а буквально и каждый день, а через восемь дней волосы стали расти на том месте, где был этот удар топором. Вот это поразительно. Я помню, вы мне про такие случаи рассказывали, но, что называется, трудно поверить, пока не увидишь. А тут непосредственно, как говорится, свидетельство от того человека, где была такая вот трагедия случилась. Это вот после случившегося через час. Второй снимок – это ровно через сутки. И третий снимок вот сегодня даже двое суток еще не прошло, то есть через двое суток получается. Уже, смотрите, килоидный рубец уже образовался даже. Буду дальше делать снимки каждый день. Кстати, в этой связи, вот вы про подушки сказали, немногие люди писали, спрашивали, хотели меньшего размера подушки, поэтому, дорогие друзья, зрители, обращаясь к вам, да, всегда вот эти 50 на 70 большие, но стандартные подушки под обычную наволочку, они у нас есть и будут, но вот по просьбам, что называется, трудящихся, поскольку люди подушки иногда вот используют, там, накладывают, вот как вы говорили, на колени там и так далее, обнимаются с ними, сидят, скажем, в кресле, а им удобно. Просто положил на живот подушку, грубо говоря, и, так сказать, смотришь телевизор условно. Ну, так вот, то мы введем такие маленькие подушки маленького размера, так что, дорогие зрители, вот на нашем сайте надгард.ру вы сможете уже сейчас, когда вы смотрите это видео, увидеть, и ссылка будет прямо под этим видео в описании, вот эти подушки меньшего размера для каких-то, ну, во-первых, кому-то удобно, может быть, действительно, я вот не знаю, мне на больших, а кому-то удобно на маленьких спать, ну, пожалуйста, или там в машину взял под бок, или под сиденье, или под поясницу, потому что бывает проваливаешься, и неудобно, и все равно люди какие-то подушки подкладывают. А ну, так лучше, наверное, эти, ну, и попробуйте, заодно посмотрите, что будет. А вот есть ли что-то по системным заболеваниям, серьезным, органическим изменениям, так сказать, болезням более серьезным, долгосрочным? Да. Ну, во-первых, моя личная история, связанная с гипотириозом. То есть, я уже несколько лет пила, естественно, гормоны, потому что у меня были анализы, в общем, норма 4, у меня было 40. И вот, я должна сказать, что я уже 6 лет ничего не принимаю, абсолютно. У меня прекрасное состояние, то есть, при моем диагнозе это должно быть бессилие, это должны выпадать волосы, это должны ногти, там, кажется, и самое главное, что должно быть бессилие, то есть, нет сил. Вот. Я просто энергии, как говорится, у меня через край, я там сплю по 3-4 часа в день, никакой речи не может быть о том, что у меня с волосами что-то вообще. У меня, хотя тоненькие такие волосы, от природы, я не с богатой шевелюрой, но у меня прекрасно сохранившиеся, как в молодости, волосы, и в парикмахерской мне говорят, что у меня растет подшерсток, и все время этому удивляются. То есть, я должна сказать, по-видимому, люди с возрастом уже подшерсток не растет. Да. А у меня по-прежнему растет, и каждый раз, каждый парикмахер мне это констатирует, по-видимому, потому что это, ну, еще у меня нет седины в добавок. Вот, вообще. И это вот одно из хронических таких заболеваний, да. Второе заболевание, такое, как у меня, как остеопороз. Вот, это тоже заболевание, вы сами понимаете, что это такое. У меня было 36%, вот, как бы поражены были суставы там, и так далее, и тому подобное. Так вот, микросферы, когда ты начинаешь на них спать и пользоваться вот именно по трассам, подушкой, вот я на животе, универсальный аппликатор у меня, и шапку я одеваю, очки я одеваю, ну, потому что я за компьютером очень много сижу, очень долго, до 3-4 утра, без шапки было бы плохо отходить после этого. Я одеваю шапку и мгновенно погружаюсь в сон. Так вот, я должна сказать, что никаких последствий, ну, во-первых, что начал усваиваться кальций, то есть он усваивается, то есть, по-видимому, налаживаются в целом все процессы эндокринной системы. Моя мама, она была и гипертоникой, сахарные диабеты, боли во всех суставах, соли были, сталактиты на позвоночнике. В течение года моя мама была абсолютно здорова, у нее был в норме сахар, у нее было в норме давление, и она дачу 80 лет, 7 соток посадила и сняла. То есть, вот в такое состояние она пришла через год, абсолютно больной, на инвалидности человек. И, к сожалению, моя мама шла с дачи, ее сбила машина, она погибла. И когда ее вскрыли, я в одном городе, она в другом жила, я ее нашла только на третьи сутки. И искала как? Неопознанный труп. Лет 50-60 мне сказали. Когда я пришла, это была моя мама. И я говорю, а почему вы дали такой возраст? Ей 80, она у меня рак был, гипертония, сахарный диабет. Он говорит, этого не может быть. Я говорю, почему? А он говорит, у вашей мамы такие сосуды и сердце, я в жизни такого не видела. Она бы 300 лет жила. Она не могла умереть из-за того, что у нее в идеальном состоянии сердце и сосуды. Вот. И поэтому они ей дали вопрос под вопросом. Вроде пожилой человек, а внутри абсолютно молодой. Точно так же было у моей соседки. 83 года ей было. Она была по сахарному диабету. Первый тип она была. То есть, короче, там десятки лет. Гипертоник. Ее с третьего этажа сносили, потому что у нее вот такие суставы все были. Ноги синюшные. Было страшно смотреть. Я приезжаю через полгода. А я в Орле жила. Сейчас уже 20 с лишним лет живу в Москве. И у меня там квартира. Я туда время от времени езжу. Я приезжаю, а она идет по Ленинской. Человек, которого сносили с лестницы. Я говорю, бабью, вы что ходите? Она говорит, да вот с похорон подруги весь день там тусовались. Вот. Она тоже такая оптимистичная. Вот. Потом она ко мне еще через полгода приходит с претензией. Я говорю, а что такое? Она говорит, да ты посмотри на меня. А у нее такая красивая седая стрижка. А у нее два черных пятна здесь и черное пятно здесь. Она там много смеются в парикмахерской. Говорит, ты что, замуж собралась? Да, вы знаете, что еще очень характерно, это уже я вижу как свою статистику по опыту, что, во-первых, многие люди пишут и говорят про это, что у них сны стали цветными, а раньше такого не было. Но некоторые люди впервые, можно сказать, в жизни видели или, по крайней мере, помнят, что вот видели сейчас цветные сны. Это очень интересно. Улучшилась память, мышление, но еще интересная штука такая это снятие статического напряжения. Мы про это с вами говорили, и люди это ощущают. Особенно, кстати, именно те, которые подвергаются каким-то электромагнитным воздействием полей силовых или за компьютером долго или идут, у них током бьет, а вот тут и именно у таких людей подушки, например, подушки становятся как бы дубовыми. Давайте сейчас это как раз послушаем. Я не против, чтобы мой отзыв попал в сеть и помог, может быть, людям таким, как я. стопа как-то странно себя вела. Одна причем стопа, было бы две, понятно. Шелушение кожи было? По каким причинам было? Непонятно. После использования микросфер в тапочке. Спали в тапочках, да? Да, да, да. Я в них сплю до сих пор, но в течение двух, наверное, недель и все прошло, могу показать. Верит на слова. А что еще? Вот ты когда, ты рассказывал, какие-то очень сильные ощущения были, когда вы только взяли и ты звонил просто вы с женой в такой эйфории. Что у вас было? Первая ночь, это вообще цветные сны, периодически, ну, поскольку мы еще и на подушках спим. Да. Вот, все замечательно. Так вы вообще взяли и матрас, и подушку, и тапочки, и очки у вас. То есть у вас, как говорится, полный комплект у семьи. Полный комплект, да. Единственное, я пока еще не знаю, сколько времени надо использовать. Каждый ночью. С Димой, с сыном, ездили на соревнования на город Дзержинск, на электричке. А у Димы, у него с их и все хорошо, и поскольку он ребенок, да, у него после сна подушка, ну, не твердеет. После поездки в Дзержинск, поскольку мы, ну, вообще ощутили на себе электрическое воздействие полей, после того, как вернулись, вот у него, наконец, затвердела подушка. Да, затвердела. Вот это типично, то, для чего я говорю, это нужно пользоваться. Потому что люди не понимают, думают, приложил и в шкаф положил. Я говорю, не-не-не-не-не. Это как раз, вот как зубная щетка для ежедневного пользования, чтобы очищать поле. Вот наш электромагнитный. Маме моей я тоже приобрел для ног, потому что у него варикозное решение вен. Да, вот как бывает. Ну, а что еще вы хотели, я вас перебил, рассказать? И вот только что случай был с женщиной, она говорит о том, что она начала на живот использовать, да, ну, потому что у нее проблемы с мочеполовой системой. И говорит, Света пишет в панике, слушай, из меня кал буквально валит. То есть, что это такое? Ты меня, пожалуйста, успокой. Это что, чистка? Я говорю, ну, а что же это может быть, кроме чистки? Конечно, говорю, у тебя, ты, полная, она говорит, полная. Я говорю, ну, вот, у тебя все залежи, какие у тебя за много лет были, вот они у тебя начинают валить. Вот, скоро, говорю, вывалят все. И вот, ты похудеешь, и живот уменьшится. Ну, в общем, вот такой случай, побочный. Ну, это такой, да, пример, как, не буду повторять, что именно, но просто скажу, что Фаина Раневская об этом тоже один раз рассказывала, так сказать, историю. Ну, ладно. Ну, вот, что в этой связи я хочу сказать. Кстати, сейчас, вот, ну, и по совету, что называется, но в том числе мы вводим такую позицию, это одеяло, а ведь люди некоторые матрасы купили, а если у кого-то есть матрас, и человек будет использовать одеяло, то фактически у него получается капсула. То есть ему тогда, в принципе, капсулу, ну, покупать незачем, скажем так. То есть для удобства, ну, уж какого-то совсем, да, а так, по сути, не нужно. Но это тоже очень правильный и хороший нюанс. А теперь, у многих людей есть остеохондроз, есть проблемы усталость мышц шеи, потому что за компьютером, неудобные позы, неудобные кресла, ну, нет нагрузки на эти мышцы, в конце концов сидит человек в основном на работе, в общем, болит у многих. Ну, и вот насколько по вашему, скажем, опыту есть смысл ввести тоже, соответственно, прайс, а людям, соответственно, покупать вот эти, скажем, повязки специальные на шею? Я должна сказать, что именно из-за этого я купила подушку в свое время. То есть вот именно это у меня было. То есть у меня с молодости, шейный остеохондроз, который, когда уже мне было 30 с чем-то лет, был в такой степени ужасный, у меня отнималась рука. Меня уже невропатологи выгоняли из кабинета, потому что говорили, что ты психопатка. Я говорю, какая психопатка? Я не могу жить, у меня рука отнимается. Вот. В общем, они не знали вообще, что со мной делать. И поэтому я долго и очень скрупулезно искала подушки, чтобы мне как-то утром хоть просыпаться, я могла голову хоть поворачивать и как-то делать. В общем, это было мучительно. И десятилетие. И вот стоило мне только вот это на шею, микросферы вот эти иметь, все, эти проблемы закончились. Я не помолодела. Я только состарилась. Но я вообще теперь не знаю, что такое шея. А за компьютером я сижу часами. Вы понимаете, это не просто 8 иногда, и 10, и 12 часов я сижу. И понятно, что я испытываю все, что испытывают все люди, сидя за компьютером. И достаточно только вот на шею. Вот у меня начинает болеть шея уже, когда я пересидела, да? Я тут же на шею одеваю. Ну, все время как-то неохота просто сидеть в этом. Но если бы я все время в этом сидела, то, конечно, у меня этого бы не было. Но я одеваю и продолжаю еще 4-5 часов сидеть. То есть у меня полностью прекращается. А самое главное, я заметила, это за рулем машины. То есть когда я без микросферы была, что у меня начиналось? У меня болел крестец, дикие боли. Я должна была встать, обязательно размяться, чтобы опять сесть за руль. Я не могла просто ехать через 3 часа за рулем. Дальше становилась деревянная голова буквально. То есть голова дубовая. Вот, напряжение в шее. И отекали ноги. Что теперь, когда я сижу на микросферах, когда у меня на шее эта штучка? Ну, даже разговора об этом не может быть. Я иногда, вот я на юг ездила, то есть я подряд ехала, по-моему, 10 из 12 часов. Вы понимаете? Мало того, что я не ела, не пила, у меня ничего не болело. Я прекрасно себя чувствовала. То есть микросферы до такой степени делают комфортным внутри клеточное состояние, что ты даже на голоде находишься. Вот я за рулем сейчас, если еду, то я еду, я не ем, нигде не останавливаюсь. У меня нет аппетита и нет потребности перекусить. И даже выпить нет потребности. То есть полностью все потребности тела закрываются. И еще что интересно, я никогда не засыпаю за рулем. То есть я вообще не знаю, что это такое. То есть вроде как микросферы, они же расслабляют, они даже расслабляют, ничего подобного. Что и как, почему это включается, но когда тебе нужно ночью заснуть, ты мгновенно засыпаешь на микросферах. Но когда ты сидишь за рулем, ты необыкновенно ясный ум имеешь, который тебя ведет и мгновенно реагирует на все. То есть, скажем так, концентрируется внимание и ясный ум, и при этом не устаешь. А что про рассеянный склероз вы хотели сказать? Еще два случая у вас есть? Вот один из них. Совершенно удивительным, потому что, ну, вы понимаете, если мы слышим, что у человека рассеянный склероз, это обреченный человек. То есть постепенно, постепенно ухудшающийся состояние, которое приводит к смерти. Я знаю, у меня такая в молодости была подружка и так далее. Мы видели, как угасали эти люди. Второй случай сейчас с рассеянным склерозом, значит, еще один случай. Тоже он услышал об этом. Вот, он заинтересовался. И он говорит, что у него совершенно потрясающие результаты. Просто буквально с каждым днем. То есть для нас это настолько важно, потому что это заболевание, которое не поддается никакому лечению совершенно. Что происходит в системе, в организме, что он начинает справляться с этим заболеванием. Это и есть самое удивительное, системное именно заболевание, которое идет, говорят, что часто генетически что-то сломается в гене. И тут получается, что и это исправимо. Каким образом, непонятно. Как вот и старики. Кажется, 81 год, уже все, да? Но что может быть у этого старика? И вдруг в таком возрасте человек может полностью восстановиться, сахарный диабет пройти, давление нормализоваться. То есть процессы удивительные. Да, если бы люди еще меняли, питание, образ жизни на правильный, тогда бы вообще, как говорится, ведь факторы, они складываются. И, естественно, один дополняет друг друга и усиливает. И правильные меры в комплексе работают гораздо лучше, чем по отдельности. Я хотел бы уточнить. Значит, я правильно понял, что, ну, конечно, у кого есть возможности. Идеальный вариант. Это, конечно, капсула, вот эта универсальная. Потому что весь организм, потому что весь организм под воздействие данные сразу подпадает. Это идеальный вариант. Второе. Ну, подушку, само собой. То есть иметь надо. Соответственно, тапочки имеет смысл. Особенно у кого есть проблема с, как говорится, нижней частью конечностей. Да? То есть тогда это понятно. Тем более грибок. Ну, тут вопросов нет. Там, что касается маски для сна, ну, это потому что удобно. Действительно, особенно у кого с глазами проблема. А вот что касается вообще, у кого то там болит, то здесь, то универсальная повязка подойдет вполне. Тем более, что действительно, вот по схеме видно, что она вяжется и фиксируется на любые практически участки тела. Это спина, это, так сказать, тазобедренные суставы и прочее, прочее. История связанная с ампутацией тоже ноги. Звонит мне мужчина из Москвы, у которого маме ампутировали стопу. И он звонит и помощь просит. Я уже в таких случаях садилась на машину и ехала с диагностикой прямо к человеку. Я практиковала такое, чтобы, ну, непосредственно увидеть, когда такие. Она говорит, он говорит, у нее пролежни, нога не заживает, сочится, я не знаю, что делать. А парень такой, победитель России по борьбе, по каким-то видам. Борьбы какой-то китайской. Вот. Такой любящий маму необыкновенно. Нанял ей женщину, которая за ней ухаживала. Я прихожу, у нее культя вот эта, незаживающая, да? У нее, показала она ее пролежни, я, у меня аж плохо стало, до кости в позвоночнике дыра. Вот. И она взяла вот на эту пролежню, значит, такой вот мешочек, чтобы одевать пояс на вот эту, где у нее пролежни дыра, вот подушку она взяла, и все. И я походила где-то с, ну, где-то с месяц, и у меня как раз вот это падение в обморок и рак. Мне звонит через месяц, где-то через полтора ее сын. И говорит, Светлана, я тебя должен поблагодарить. А я говорю, а что с мамой? Он говорит, мама прекрасно себя чувствует, культя зажила, пролежни зажила. Ей уже сделали этот, ну, как-то, ну, стопу, да? Вот. То есть у нее все хорошо. Вот вам еще один совершенно потрясающий случай. Да, у нее еще вдобавок очень болел желудок. Она мне жаловалась, что постоянный, там, сжога, постоянно плохо. Я говорю, знаете, вы, наверное, подсолнечным маслом пользуетесь, обычным, который в магазинах продается. Она говорит, да. Я говорю, не надо им пользоваться. Покупайте оливковое масло, там, льняное, хорошее масло. Не жалейте на это деньги. Вот. У вас это прекратится. Потому что микросферы, они начинают работать с желудочно-кишечным трактом, начинают его приодить в порядок. И у нее и это явление полностью закончилось. Значит, что было, люди должны понимать, что происходит с организмом. Он начинает в целом приходить в порядок в целом. И поэтому эффект будет очень интересный в первую очередь. Вот как с мозгом, потому что там жидкая консистенция, желудок и мочь, половая система и кровь. То есть, вот с жидкости все в первую очередь приходят в порядок. Ну, а купить эти все изделия, напоминаю, их более 30 наименований, вот эти изделия с микросферами, неподдельные, настоящие, вот те самые, по которым такие отзывы людей. И это только одно из там уже, наверное, 15 видео. Их тысячи приходят таких отзывов. Вы можете как? Зайдя по ссылке, которая будет дана под этим видео, которое вы сейчас смотрите, в самом верху. Купите эти микросферы, нажимайте на ссылочку, и вы перейдете на наш сайт надгард.ру. Второй вариант, вы можете просто набрать продукты от Фролова в Яндексе, например, или где-то в поисковике продукты от Фролова. Видите, сайт надгард.ру, нажимаете, заходите на сайт, там есть поисковая строка, набирайте микросферы или, другой вариант, левая колонка, там много разделов, там есть изделия из микросфер или лечебные микросферы. Нажимаете, и вы тоже открываете странички, там их три, с нашими изделиями более 30 наименований. Напоминаю, отправляем в любые города России и любые страны мира, и СНГ от Казахстана до Узбекистана и там куда угодно, и по миру, куда хотите, если есть почта России в этих ваших странах, где вы проживаете. Оплатить проблема нет, вы оплатите, там есть масса способов, даже если вы не можете как бы оплатить в Россию, значит, вы оплатите нашему представителю в другой стране, скажем, в европейской. Проблем уже никаких нет, да? Ну вот и все. А мы вышлем вам наши товары, ваши, соответственно, заказы. Ну а теперь послушайте вот из прошлого видео, чтобы заново не говорить, просто сюжет будет повторен, как работают эти изделия, что это такое, какой принцип. Слушайте. Внутри каждого изделия находятся миллионы микроскопических шариков полых внутри. Они состоят из натриево-боросиликатного стекла с аморфным диоксидом кремния. Внимание! Аналогов в этом изделии нет, можете не искать. Все, что возможно найти, там покрыто либо силиконовым покрытием, чтобы они не магнитились друг к другу, либо из быстро разрушающихся иных материалов. Эти же изделия практически вечный срок их службы не ограничен, если только вы не разорвете эти изделия и не высыпете данные микросферы. А принцип работы очень прост, по крайней мере, то, что известно с точки зрения физики. Всем известно, что любой живой биологический организм, все теплокровные животные, в том числе человек, являются мощным источником теплового излучения тела. В процессе жизнедеятельности организм человека тоже излучает инфракрасные волны, ну или просто говоря тепло. О чем свидетельствует температура тела? Все это мы с вами прекрасно понимаем. Так вот, микросферы отражают эти волны, это тепло человека, в него же отражают. Таким образом, полезное инфракрасное излучение возвращается обратно в организм в неизменном виде. Таким образом, по сути, происходит физиотерапия теплом, только источником служит не какой-то электрический прибор с его электромагнитным излучением, который генерирует в том числе тепло, а свое собственное тело, которое с помощью наших изделий получает тепловую волну назад в неизменном виде. И это абсолютно безопасно и естественно. Ну так как это наше собственное тепло, так вот за счет такого эффекта происходит повышение температуры подкожных слоев тела, где лежат эти изделия на вашем теле. Будь то подушка, любая повязка, тапочки или нашлемник, или целая капсула, куда помещается человек целиком, поднимается на 1-2 градуса. Это местное подкожное повышение температуры и тканей, находящихся под кожей, вызывает местные термоизоляционные реакции, в результате чего увеличивается и улучшается циркуляция в тканях и сосудах крови, лимфы. Происходит увеличение локального подкожного кровотока, венозного оттока. Повышается проницаемость сосудов, что способствует удалению продуктов распада клеток, и соответственно клетки пораженных органов и тканей начинают восстанавливаться. Таким образом происходит регенерация тканей, восстанавливаются пораженные органы и ткани в целом. Есть здесь и другой эффект, который научно доказать пока не получается. По сути, это то, о чем говорил академик Горяев, ныне, к сожалению, покойный. Это волновой эффект, это не только отражение теплового излучения нашего тела, это и отражение той изначальной программы матрицы, если хотите, голограммы, того образа, который есть в нас, заложенный от природы, от прародителей, образа здоровья. Ведь изначально в нас программа, она никуда не девается, естественно, направлена на здоровье, иначе вида человеческого просто бы не было, если бы изначальная программа была на болезнь, установка. Так вот, каким-то образом запускается и эта программа. обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет, и вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах, приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи вы можете на нашем сайте nadgard.ru Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.